Здравствуйте. Тут вещи детские, взрослые, памперсы. Все хорошо, спасибо огромное. На склад Красноярского благотворительного фонда «Ангелы добра» сегодня все несут вещи для пострадавших в Иркутской области. Наталья Баранчикова, администратор фонда, говорит, сбор идет третий день, а уже собрали больше 10 пакетов детских вещей. Люди коробками несут продукты, памперсы, даже домашние соленья приносят. Наталья говорит, к воскресенью планируют собрать 15-тонную фуру и отправить помощь в затопленные районы. Много приносят, вот у нас сегодня вещи, продукты питания, гигиена, люди все несут, звонят, спрашивают, что конкретно нужно. Акцент делаем на питьевую воду, потому что сейчас там нехватка питьевой воды. Принести вещи или воду можно по адресу металлургов 22А, цокольный этаж. Склад фонда работает с 9 до 17 часов. Предварительно лучше позвонить по телефону, он сейчас на экране. Сбор помощи сейчас идет и в Иркутске. Специалисты говорят, этот потоп самый масштабный в регионе за последние 200 лет. Цифры говорят сами за себя. По предварительным данным, 7 человек погибли, 9 пропали без вести, еще 153 в больницах. Затопило около 10 тысяч домов. Какой кошмар вообще. Детсад наш. Плавает тоже. А началось все 24 июня. В Иркутском МЧС сообщили, из-за проливных дождей в реках Иркут, Белая и Бирюса уровень воды вырос на 25 сантиметров. В этот же день в регионе объявили экстренное предупреждение о сильных осадках. А уже на следующий день начался потоп в городе Нижнеудинск. Дожди не прекращались и спустя два дня из берегов вышли реки Ия, Ака и Уда. Затопило 20 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Спасатели эвакуировали почти тысячу человек. Людей снимали с крыш, влавливали из потоков воды. Кто-то даже не успевал взять с собой одежду и документы. В доме у бабушки полностью уже затоплена вода, водой в огороде, в доме. 29 июня затопило еще два района Чунске и Зиминске. В итоге за четыре дня под воду ушли около 300 населенных пунктов. Уровень воды в реках продолжал расти. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС эвакуировали более 10 тысяч человек. Ранним утром 30 июня спецрейсом из Японии в Братск прилетел президент России Владимир Путин. Он привел экстренное совещание с представителями МЧС и других служб по организации помощи пострадавшим. Путин заявил, что правительство уже выделило деньги на финансовую помощь 662 миллиона рублей. Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня, начать выплату пострадавшим гражданам. Правительство приняло уже оперативное решение. К работе подключилось казначейство, центральный банк. Но, обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, а, как доложил министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы деньги до людей дошли. На следующий день люди действительно начали получать деньги, правда, по 10 тысяч рублей каждому. Сейчас в регион стекается помощь с разных городов России, в том числе из Красноярска. Накануне туда вылетел отряд МЧС, а сегодня спасать пострадавших поехали 30 врачей из Красноярского ФМБА. Многие жители до сих пор не могут вернуться в свои дома. Сейчас они живут в пунктах временного размещения. И, по прогнозам Иркутского гидромедцентра, в регион снова идут ливневые дожди. Софья Питеркина, Александр Тропин, Новости ТВК.